Привет всем, ребят! Сегодня по вашим просьбам мы наклеим с вами стекло Bonaire Anti-Blu-Ray. Оно характеризуется тем, что имеет Anti-Blu-Ray покрытие, то есть якобы препятствует электромагнитному ультрафиолетовому излучению, которое излучает дисплей телефона. Из-за этого у нас с вами есть такой синдром усталости глаз, потому что человек очень редко моргает и слезой не смачивается глаз, и он становится сухим. Якобы частично или полностью препятствует этому вопросу, не нужно капать себе капли и так далее, лечить глаза. Но насколько это правда, это нужно проводить естественно лабораторные исследования и так далее. Очень популярны эти стекла в Китае, китайцы только их и покупают Anti-Blu-Ray, и они самые дорогие. Дороже процентом на 30-35 всех самых лучших стекол. Bonaire это лучшее на сегодня такое стекло, для 2,5 до экранов это точно. В коробке они поставляются по две штучки, одну из них я уже наклеил, второе сейчас покажу. В каждом комплект состоит из мокрой салфетки, сухой, с жидкостью с кисточкой, жидкость-ликвид. Ну вы знаете уже что это, и дальше я покажу как я его клею. Здесь находятся и жидкость, и салфетки, это инструкция, это одна пленочка идет назад, карбоновая, если хотите, клеете. И 2 стекла, одно уже наклеено, одно вот. Такой, если вы видите голубоватый оттенок имеет, пачки повторюсь идут по две штуки. Ну и также с этой моделью, они идут не со всеми, но с этой моделью идет вот такой вот держатель для хорошей поклейки. Засовывайте сюда телефон, и стекло становится более-менее ровным. Я уже его наклеил, сейчас вы увидите дальше, я вставлю это видео. Немножко я промазал, ну и мусор запустил, ну я клеил быстро, с камерой неудобно и так далее. В принципе все идеально, смотрите сами, увидите что там да как. Мне понравилось, однозначно стоит. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Ну что ребят, вот в принципе и все. Как вы видели, немножко я наклеил кривовато, сместился вправо. Ну очень неудобно клеить, во-первых с камерой рядом, во-вторых я особо не старался, потому что это стекло я сегодня же сниму. Поэтому вы, я думаю, подойдете более щепетильно к этому вопросу и у вас все получится идеально. Вымеряйте, если что еще прихватите скотчем, ну в принципе держателя достаточно, вы видели, выровнять можно довольно таки неплохо. Соринка одна попала сюда, но жидкостью ее выдавил, смог от нее избавиться. Здесь были воздушные прослойки, все равно мажьте ликвидом и лучше всего, как мажете, как вы видели, вот придавливаете и заталкиваете ее. То есть вы придавливаете, стекло подходит к экрану, отпускаетесь с жидкостью, и жидкость заходит как можно дальше. В принципе все, смотрите, практически все идеально наклеилось. Повторюсь, это антиблюрей, стекло с голубоватым оттенком, очень приятное по олеофобке, ну бонэйр, оно самое дорогое и в принципе самое качественное. Собым чехлом с бортиками будет совместимо, если одеть чехол с драконом, естественно будут зазоры по краям. Ну это, как говорится, неизбежно, если хотите стекло очень хорошего качества на такой телефон, то здесь приходится жертвовать вот этими краями. Можно взять чехол какой-нибудь противоударный еще побольше, чтобы полностью закрыть. Ну при падении, чтобы пострадала эта часть, по 3 мм, по 4, ну где-то по 3, наверное. В принципе очень тяжело, это должно быть что-то такое острое-острое, и ударить именно сюда, чтобы разбился ваш телефон, ваш экран. В принципе все, включим телефон. Вот так вот выглядит на белом цвете, сейчас я покажу как выглядит на белом. Чуть другое стекло, давайте на максимум и здесь, и здесь. Ну, цвета немножко разнятся, видите. На выключенном примерно одинаковые. Здесь, как вы помните, стекло у меня осталось хаои, которое мы с вами рассматривали с мягкими рамками, но оно ужасного качества. По всем параметрам в принципе не приклеивается нормально и так далее. Мягкие рамки. Здесь же довольно лучше. На счет того, скрабливать цвета или нет, ну мне показалось, что чуть-чуть желтит. Что там, что там, здесь больше, здесь поменьше. Ну, это все надо пробовать. Спасибо.